добрый день дорогие подписчики и гости канала предлагаю вам связать базовую модель худи у меня на возраст год-полтора самая простая моделька с капюшоном шнурками и с карманом на передней части запасаемся хорошим настроением терпением и присоединяемся к нашему мастер-классу для вязания худи я буду использовать пляжу yarnart baby стопроцентный акрил так цвет 215 50 граммах 150 метров спица номер три на короткой леске и на длинной я связала образец постирала его он не уже даже высох теперь берем данные ребенка у меня это мальчик в возрасте 12 месяцев объем головы объем груди длина рукава шеи замерил и длину изделия рассчитала плотность вязания обычно делаю за два замера на 5 сантиметров и на один сантиметр потом высчитываю среднюю и по высоте то же самое сколько рядов одном сантиметре тоже высчитала вязание изделия начнем из кулиски для этого объем головы умножаем на нашу плотность в моем случае это 2 12 получаем примерно 98 петель и одну петлю для замыкания в круг набираем на спицы с короткой леской 99 петель самым обычным способом я набрала 90 99 петель теперь одну спицу вытаскиваем и замыкаем вязание в круг я замкнула вязание в круг поставила маркер на начало ряда и начинаем провязывать провязываем одну петлю лицевой за заднюю стенку затем делаем накид к себе то есть вот так дальше опять лицевая накид к себе продолжаем вязание самостоятельно в итоге у нас должно получиться петель два раза больше за счет накидов выполняем первый ряд кулиски у нас закончился накидом дальше второй ряд провязываем следующим образом лицевую петлю снимаем нить за работой изнаночную провязываем скрещенной изнаночной заводим спицу за передние стенки петли подхватываем нить и провязываем изнаночную петлю снова лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем скрещенной петлей изнаночной продолжаем вязание самостоятельно третий ряд провязываем лицевую петлю за передние стенки нить перед работой изнаночную петлю снимаю снова провязываем лицевую за переднюю стенку изнаночную петлю снимаем нить перед работой лицевая изнаночную снимаю вяжем так до конца ряда самостоятельно четвертой ряд 4 ряд лицевую снимаем на правую спицу нить за работой изнаночной провязываем снова лицевую перекидываем нить за работой изнаночная провязывая лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем вяжем так до конца ряда самостоятельно шестой ряд лицевую петлю провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевой провязывая изнаночную снимаем нить перед работой целую провязали изнаночную сняли нить перед работой продолжаем вязать самостоятельно седьмой ряд лицевую переносим нить за работой изнаночную петлю провязываем лицевую переносим за работой нить изнаночную провязываем вяжем самостоятельно до конца ряда восьмой ряд лицевую провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевую провязываем не перед работой изнаночную снимаю продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда 9 ряд лицевую снимаем нить за работой изнаночная провязываем лицевой снимаем нить за работу изнаночную провязывая продолжаем вязать самостоятельно 10 ряд лицевую провязываем нить перед работой изнаночную снимаю лицевую провязываем не перед работой изнаночной снимаем лицевой провязываем изнаночную снимаю выполняем самостоятельно 11 ряд так лицевую снимаем изнаночную провязываем лицевую снимаем, нить за работой, изнаночную провязываю. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Продолжаем. 12 ряд. Лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязали, изнаночную снимаем, нить перед работой продолжаем самостоятельно 13 ряд провязываем по 2 петли вместе изнаночной изнаночной петлей так провязываем самостоятельно у вас будет получаться вот такой вот рантик если вы не хотите чтобы у вас он был то провязывайте 2 петли вместе лицевой провязала ряд до конца дальше 2 ряда провязываем лицевыми петлями за передние стенки выполняем самостоятельно два ряда лицевой глади у меня провязана продолжим наши с вами расчеты от окружности головы отнимаем 15 процентов у меня это значение 39 дальше находим разницу между окружностью головы и вот этим значением 7 сантиметров 7 сантиметров умножаю на мою плотность получается 14 5 мы должны 14 перед петель временно перенести на булавку или на нить как вам удобно так что это значит мой 7 петель от маркера и 7 петель до маркера должны снять на нить провязываем 7 петель лицевой 1 2 3 4 5 6 7 я снимать петли буду на нить мне так удобнее снимаем 7 петель и еще 7 петель 1 2 3 4 5 4 5 6 7 маркер снимаем и еще убираем 7 петель после маркера 1 2 3 4 5 5 6 5 6 7 7 завязываем на узелок начнем вывязывать с вами капюшон в первом ряду я кромочную провяжу лицевой чтоб не было дырочной так вяжем лицевыми в конце ряда кромочную провязываем лицевой затем разворачиваемся и вяжем изнаночными петлями кромочную уже будем снимать и последнего кромочным вам провязывать изнаночной петлей выполняем не довязала ряд до конца вот видите кромочную провязываю лицевой разворачиваем вязание кромочную снимаем дальше вяжем изнаночными петлями провязываем самостоятельно кромочную вяжем изнаночной петлей так нам нужно провязать на высоту 15 сантиметров исходя из моей плотности это будет 52 ряда если вы посмотрите таблицу для шапочек для вязания шапочек то там глубина шапочки для возраста моего ребенка один год составляет 17 сантиметров отнимаем 2 сантиметра кулиски получается 15 сантиметров затем 15 умножаем на плотность получается 52 ряда 52 ряда вяжем поворотными рядами вы вяжете на свою высоту я провязала 52 ряда у меня вместе с с пулиской получилось ровно 17 сантиметров отрезаем нить равную трем длинном полуокружности вот этого вот капюшона дальше петли капюшона у нас остались получается открытыми нам нужно их завтра закрыть закрывать мы их будем способом петля в петлю капюшон у нас уже выглядит вот таким образом я выполнила шов петля в петлю и если вы еще ни разу такой шов не использовали то мы указываем в описании ссылку по ней вы увидите как это можно сделать теперь нам нужно с вами поднять петли по капюшону берем снова нить вот по краю капюшона у нас идут вот кромочные петли в виде цепочки заводим спицы под первую дужку за две и стенки затем вводим петлю дальше придерживаем кончик и повторяем находим вторую дужку и за две и стеночки снова петельку у нас продолжаем поднимать петли по всей окружностью капюшона за две стеночки вытягиваем нить продолжаем выполнять самостоятельно я убрала нить со средних петель петли перенесла на вспомогательную спицу теперь провязываем 7 петель с лицевыми 1 2 3 4 5 5 6 7 вешаем маркер это у нас будет середина капюшона и начало ряда еще провязываем 7 петель 1 2 3 4 5 5 и 7 вспомогательную спицу убираем вяжем один ряд лицевыми петлями за том затем переходим к вязанию ложной кетлевки так вяжем самостоятельно лицевыми петлями первую ниточку мы подтягиваем но здесь не зафиксирован из-за петля растягивается продолжаем вязание у нас с вами 64 петли у меня кетлевку будем вязать также как их кулиску то есть провязываем одну лицевую затем делаем накид в себе лицевая накид в себе лицевая накид к себе продолжаем самостоятельно второй ряд петлевки лицевой снимаем нить за работой изнаночной провязываем сплещенной петлей лицевой снимаем нить за работой изнаночная провязывая сплещенной петлей продолжаем самостоятельно 4 ряд кетлевки лицевую снимаем нить за работой изнаночную снимаем нить за работой изнаночная провязываем изнаночная провязываем вяжем самостоятельно пять ряд в лицевую провязываем изнаночную снимаем нить перед работой лицевой провязываем изнаночную снимаем нить перед работой продолжаем самостоятельно я провязала ряд до конца теперь также вяжем по 2 петли вместе изнаночной 2 вместе изнаночной провязываем самостоятельно так и провязала ряд до конца чтобы у нас не было ступенек вязание мы одну петлю пропускаем не провязываем точнее снимаем ее затем остальные петли провязываем лицевыми до конца ряда продолжаем самостоятельно сделаем расчеты по реглану и ростков поскольку у меня мальчик до трех лет то росток должен составлять от 0 до полутора сантиметров я беру один сантиметр умножая на мою плотность три с половиной ряда получается мы должны будем вывязать росток в четыре ряда дальше общее количество петель сейчас на спицах составляет 64 петли будем вязать худи регланом сверху по 2 петли на каждую для главную линию я отвожу получается 8 петель в общей сумме от 64 петель отнимая 8 получается 56 затем пятьдесят шесть делю на три части сюда входит спинка перед и два рукава получается у меня 18 остаток две петли на спинку и перед я выделяю по 19 петель и на рукава у меня остается 18 петель значит на каждый рукав уйдет по 9 петель поскольку мы будем вывязывать росток укороченными рядами это будет четыре ряда мы должны скорректировать количество петель на спинке получается прибавится за время вывязывания ростка две петли мы их должны убрать и добавить к переду на спинке получается 17 петель по переду 21 петля выведем их в четному количеству добавим по одной петле их заберем и у рукавов получается на рукавах у нас будет по 8 петель на спинке 18 и напереди 22 петли разворачиваться мы будем два раза по 4 петли давайте начнем вязать чтобы вам было более понятно так провязываем 11 петель лицевыми это половина переда у нас так мы дошли до регланной линии вывязывать прибавки в регланных линиях бомб из протяжек протяжку надеваем на левую спицу так чтобы левая стенка петли было ближе к нам провязываем скрещенной лицевой затем маркер перебрасываем провязываем две петли регланной линии снова поднимаем протяжку но уже так чтобы левая стенка петли была от нас и провязываем скрещенной лицевой далее у нас идут петли рукава 8 5 2 3 4 5 6 7 8 теперь поднимаем протяжку провязываем скрещенной лицевой перебрасываем маркер далее у нас идут и главные петли 1 и 2 перебрасываем маркер протяжку поднимаем левая стенка от нас провязываем скрещенной лицевой дальше у нас идут петли спинки провязываем их самостоятельно лицевыми довязали до регланных линий снова поднимаем протяжки левая стенка к нам ближе провязываем скрещенной лицевой перебрасываем маркер двери главные петли перебрасываем маркер так теперь у нас протяжка левая стенка от нас провязываем скрещенной лицевой далее у нас идут петли рукава провязываем 4 петли по расчетам разворачиваем вязание в изнаночных рядах прибавки мы уже в рекламных линиях не делаем снимаем первую петлю затем нить перетягиваем таким образом чтобы у нас получилась петля с накидом дальше вяжем уже изнаночными петлями провязали часть рукава затем у нас идет как главная линия снова перебрасываем маркер теперь у нас идут петли спинки провязываем их самостоятельно я дошла до рекламной линии так перебрасываем маркер провязываем две петли в главной линии перебрасываем маркер теперь нам нужно провязать 5 петель изнаночными почему 5 многие будут спрашивать одна прибавка у нас была в регланной линии и 4 петли вместе получается 5 3 4 и 5 разворачиваем вязание затем снова снимаем петлю таким образом вот заводим ее вот серединку петли наверное или перегородку и снимаем тоже нить хорошенечко натягиваем чтобы не было дырочек дальше вяжем лицевыми где при главные линии будем делать прибавки провязали петли рукава поднимаем протяжку левая стенка смотрит ближе к нам находится провязываем скрещенной лицевой перебрасываем маркер регланной линии затем провязываем лицевую еще одну лицевую перебрасываем маркер снова делаем протяжку левая стенка от нас провязываем скрещенной лицевой дальше у нас идут петли спинки спинки провязываем их самостоятельно лицевыми я дошла до регланной линии снова протяжку поднимаем левая стенка ближе к нам получается провязываем скрещенной лицевой дальше вяжем 2 петли реглана перебрасываем маркер поднимаем протяжку левая стенка от нас провязываем скрещенной лицевой дальше вяжем лицевыми так доходим до сдвоенной петли и нам нужно их провязать за вот эти вот две стеночки только зайти нам нужно снизу я завела вот спицу снизу дальше провязываем все это лицевой хорошенько хорошенечко эту петлю подтягиваем затем довязываем до маркера оставшиеся 4 петли ростка снова разворачиваем вязание первую петлю снимаем затем нить перетягиваем дальше вяжем изнаночными петлями без прибавок до места где у нас была тоже сдвоенная петля провязываем самостоятельно я дошла до сдвоенной петли также заводим спицу за вот эти вот две стеночки и провязываем изнаночной петли и все ниточку хорошо подтягиваем дальше провязываем оставшиеся петли 4 петли 1 2 3 и 4 заходим спицы сзади вот подхватываем за стенку предыдущей петли и перегородочку снимаем подтягиваем хорошо дальше вяжем лицевыми петлями до сдвоенной петли не забил не забываем делать прибавки в регланных линиях выполняем самостоятельно я дошла до сдвоенной петли провязываем ее лицевой нить хорошо затягиваем затем у нас идут петли реглана делаем протяжку прибавку это прибавка получается дальше маркера перебрасываем 2 петли регланной линии снова маркер перебрасываем делаем прибавку левая стенка от нас дальше вяжем лицевыми дошли бы дошли мы до начала ряда прибавки у нас будут в каждом втором ряду вот мы сейчас провязали ряд прибавками дальше вяжем без прибавок лицевыми просто и где у нас будет сдвоенная петля и и не спутайте провяжите вместе лицевой я дошла до сдвоенной петли вот она ее провязываем лицевой за передние стенки подтягиваем дальше вяжем лицевыми петлями для дальнейшего вязания нам нужно будет сделать расчеты обхват груди у меня 52 сантиметра мы прибавляем 25 процентов свободу обрезания не получается 65 сантиметров 65 сантиметров мы умножаем на 2 12 получается 137 и 8 138 петель округляем дальше для подреза в этом возрасте мы берем полтора сантиметра умножаем на нашу плотность получается 3 петли из общего количества петель мы отнимаем петли переда у меня 24 петли и отнимаем петли спинки тоже 24 петли дальше отнимаем петли реглана и отнимаем петли подреза в итоге у меня получается 80 петель 80 петель мы делим на 2 получается что нам нужно провязать 40 рядов с прибавками в каждом втором ряду будем прибавлять длина реглана должна у нас составить 14 сантиметров вяжем самостоятельно в каждом втором из протяжек перед рекламными линиями добавляем и после добавляем петли и провязала 40 рядов длина регланом по переду у меня уже 14 сантиметров теперь будем разделять вязание провязываем от середины вязания от красного маркера до 1 регланной линии лицевыми петлями маркер снимаем и 1 петлю реглана отделяем переда дальше у нас идут петли рукава их нужно переснять на булавку или нет как вам удобно выполняем самостоятельно я дошла до второй регланной линии маркер 1 снимаем и одну петлю отдаем рукаву все нить закрепляем и отрезаем рукав я отделила крючком так теперь вам набирать петли подреза берем дополнительную нить она у меня будет красного цвета делаем петельку закрепляющая дальше на левую спицу набираем 3 вспомогательные петли нить за спицей так снова нить за спицу нам нужно набрать 3 такие петли 2 снова нить за спицу третье затем ты ли воздушная и отрезаем нить вот что у меня получилось берем наше вязание и продолжаем вязать дальше лицевыми заводим спицу от петли подреза и провязываем лицевую нить подтягиваем хорошенько что дырочки были не такими большими 2 3 продолжаем вязать петли спинки маркер снимаем убираем дальше провязываем спинку лицевыми также одну петля одну петлю реланой линии отдаем спинки одну рукаву и переносим петли рукава выполняем это уже все самостоятельно я замкнула вязание в круг маркер середины мы оставляем теперь провязываем нашу кофточку на нужную нам длину затем перейдем на резинку 11 встретимся в момент перехода вязания из лицевой млади на резинку 11 я провязала кофточку на нужную длину средний маркер перевесила на дужку между петлями он нам понадобится для того чтобы потом дальнейшем вырезать карман так теперь вяжем до петель подреза я сюда поставила маркер доначок на начало подреза и сначала из сначала подреза мы начнем вязать уже резинку провязывая лицевыми я дошла до зеленого маркера с этого момента мы начинаем вязать резинку 11 1 лицевая 1 изнаночная на лицевая 1 изнаночная вяжем самостоятельно на необходимую высоту у меня резинка будет сантиметра 3 3 с половиной не больше вяжем самостоятельно я провязала три с половиной сантиметра резинки теперь будем закрывать петли резинки для этого нам нужно провязать два ряда пол резинки что мы с вами делаем первый ряд пол резинки лицевую провязываем изнаночную снимаем за правую стенку нить перед работой лицевую провязываем изнаночную снимаем продолжаем самостоятельно вяжем второй ряд пола резинки лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем изнаночную провязываем за левую стенку петли продолжаем самостоятельно не довязала ряд до конца теперь отрезаем нить равную по длине трем окружности снимаем две начальные петли вводим углу лицевую петлю сверху вниз и во вторую петлю также сверху вниз сбрасываем их со спицы вытягиваем ниточку затем входим в предыдущую петлю лицевую подхватываем ее за вот эту вот стеночку и снова заходим следующую петлю сверху вниз вытягиваем нить сбрасываем петельку находим предыдущую петлю по изнаночной стороне вот она эта душка заходим сверху и вторую петлю подхватываем тоже сверху затягиваем нить петлю сбрасываем снова по лицевой стороне заходим в предыдущую петлю в лицевую с лицевой стороны затем сверху сбрасываем по изнаночной стороне тоже предыдущую петлю заходим сверху и следующую петлю так же продолжаем закрывать петли самостоятельно и закрыла петли резинки теперь беремся за правый рукав переснимаем петли рукава на спицу я пересняла петли рукава теперь на левую сницу спицу переснимаем петли подреза вот у нас начало где 2 воздушные петли заканчивалась распускаем их и перекидываем все петли на левую спицу вот петли подреза 3 петли у меня было берем нить оставляем кончик подлиньше и начинаем вязать кончик подлиньше оставляем для того что в случае образования дырочки большое можно было стянуть и начинаем вязать лицевыми петлями по кругу провязываем петли подреза сначала теперь дошли до рукава здесь чтобы не было дырки поднимаем эту петельку за две стенки накидываем их их на левую спицу затем три вместе провязываем лица вот и продолжаем вязание петель рукава встречаемся с вами у начала подреза я довязала до петель подреза у меня осталось на правой спице одна петля я пока временно переносим на правую спицу здесь также нам нужно поднять петлю со 2 стеночки перекидываем их на левую спицу эту петлю разворачиваем и провязываем все вместе лицевой 3 петли продолжаем вязание петли подреза это у нас будет начало ряда продолжаем на нее вязать на необходимую длину заканчиваем тремя тремя с половинами сантиметра не резинки закрываем петли рукав будет готов я пересняла петли левого рукава на спице теперь у нас начало ряда будет за подрезом поэтому присоединяем здесь нить и начинаем вязание по кругу здесь поднимаем петлю за две стенки и после подреза за две стенки также оставляем кончик по длине что потом можно было затянуть отверстия которые получились слишком большими вяжем лицевыми сначала поднимаем петлю за две стенки надеваем на левую спицу затем за передние стенки петли провязываем 3 петли вместе дальше подтягиваем дальше вяжем лицевыми продолжаем вязать до подрезов оставьте также одну петлю не провязанной выполняем так я дошла до подреза одна петля не провязанная пока ее перебрасываем на правую спицу затем поднимаем петлю за обе стеночки петлю с правой спицы переносим на левую все эти три петли провязываем лицевой хорошенько затягиваем дальше у нас идут петли подреза ряд закончен продолжаем вязать лицевую гладью на необходимую длину затем провязываем резинку закрываем ее и все рукав готов нам останется вырезать только карман вы также можете делать убавки по рукаву но я их делать не стала потому что хочу чтоб кофточка получилось немного свободной так как малыш под ним будет надевать водолазку и так далее то же самое можете где рукав убавить петли чтобы он получился более узким если вы хотите чтобы плотно облегал кисть руки я этого ничего не делаю просто вижу потому что мне нравится более свободный вариант я довязала 2 рукав закрыла петли так сейчас мы свяжем шнурок для кулиски полом шнуром как вязать пол и шнур для тех кто еще его не вязал берем чулочные спицы и набираем 3 петли затем одну спицу вытаскиваем перемещаем петли на начало ряда и провязываем 3 лицевые 1 2 3 снова петли перемещаем на начало ряда и провязываем лицевыми петлями 3 и продолжаем так вязать шнур на необходимую длину у меня примерно будет сантиметров 80 вы же ориентируйтесь на длину своей кулиски и длину завязок я закончила вязание шнурка теперь нам нужно то шнурок продеть в резинку в кулиску которая провязана полой резинкой заводим крючок и между петлями протягиваем по всей длине кулиски этот шнурок выполняем самостоятельно снова крючок отодвигаем на некоторое расстояние заводим его в кулиску подхватываем шнур и оттягиваем продолжаем самостоятельно я проделал шнурок вот вы видите когда нужно будет стянуть капюшон это все очень просто делается пока временно завяжем это все на узелок и приступим к вязанию кармана вы помните мы оставляли красный маркер на середине вязание теперь нам нужно вывязать карман для этого петли переда умножаем на 70 процентов у меня получилось 48 петель от резинки поднимаемся на 3 ряда выше берем спицы которыми вязали тело ходе у меня получилось 48 петель мне нужно поднять так отсчитываем 3 ряда 1 2 3 и в четвертый ряд за правую стенку поднимаем петли 1 2 3 продолжаем поднимать в одну сторону 24 петли половину и в другую сторону я подняла петли кармана на спицу теперь присоединяем нить оставляем в кончик подлиннее чтобы потом можно было пришить карман и начинаем вязать лицевыми петлями первый ряд в первом ряду лицевую петлю провязываем лицевой и последнюю петлю тоже в лицевых рядах бомб разве провязывать лицевыми правят провязать лицевую гладью нам нужно 4 сантиметра не забываем что кромочный в лицевых рядах вяжем лицевой петлю петлей а в изнаночных изнаночной тогда вязываем до конца разворачиваемся и вяжем изнаночными выполняем самостоятельно через 4 сантиметра встречаемся я провязала 4 сантиметра лицевой глади теперь можно делать убавление для этого снимаем 3 петли не провязывая нить за работой затем 2 петли провязываем вместе с наклоном влево дальше вяжем лицевыми не доходя до конца 5 петель самостоятельно у меня на левой спице осталось 5 петель первую лицевую провязываем вторую разворачиваем затем справа спицы перекидываем провязанную петлю и не провязанную перебрасывая дальше переснимаем 3 петли на спицу направо разворачиваем вязание нить за работой кромочную провязываем изнаночной за переднюю стенку так две оставшиеся не провязанные за заднюю стенку затем вяжем изнаночными до последних трех петель на левой спице у меня осталось 3 петли первые две провязываем за заднюю стенку и кромочную уже за ближайшую к нам стеночку за переднюю разворачиваем вязание продолжаем делать убавки таким же образом вяжем до тех пор пока на спицах не останется 24 петли выполняем самостоятельно то есть половина петель должна остаться от набранного вами у меня закончились убавления на спицах 24 петли теперь вначале мы оставляли кончик для пришивания кармана нам нужно прошить до места где начинаются ряды с убавлениями берем иголку пришивать карман мы будем за перемычки у нас между петлями есть вот такие вот перемычки подхватываем 1 перемычку с одной стороны затем присоединяемся в перемычки которая на кармане здесь есть кромка мы берем перемычку уже у петли вот здесь вот аналогично вступаем со следующими петлями затем переходим в пришивание вот этой второй стороны и встречаемся когда будем пришивать открытые петельки к основному полотну я пришила эти боковинки теперь приступаем к верху отрезаем нить оставляю кончик равный трем длинным и берем иголку используем для пришивания петель способ петля в петлю подхватываем петлю со свитера снизу затем возвращаемся в петле на спица так снимаем затем подхватываем следующую петлю снизу вверх возвращаемся к петлям с ветерка так в петлю сверху заходим затем подхватываем следующую уже снизу с изнаночной стороны возвращаемся в петлям спицы предыдущую петлю подхватываем с лица вторую петлю уже с изнанки с изнаночной стороны и продолжаем на камеру к сожалению не удобно это все делать поэтому я пришью уже за камерой я пришила карман сверху так осталось только произвести в это и кофточку готова к ношению в моем случае это подарок для мальчика которым скоро будет ровно год надеюсь у вас не возникло сложности с вязанием и вы связали своему ребенку и в подарок такую же кофточку которая он будет очень рад в прохладное время года всем спасибо за внимание с вами был канал мастерская катерина и елены